Теперь давайте подумаем, вот мы нашли о себе какую-то негативную информацию, какие способы вообще у нас есть, если мы поняли, что судебная история защиты деловой репутации, в общем-то, работает не всегда. Я бы разделила глобально эти вещи на две. Досудебная стадия, когда мы пытаемся, ну первое, конечно, мы пытаемся работать с самим лицом разместившим, но, как правило, мы как юристы приходим уже после пиарщиков, скорее всего, нам договориться не получится. Но только если вот напугать, и он из пугливых, то да, в большинстве случаев нет. И поэтому, когда мы говорим о досудебной работе, мы подразумеваем, что это какие-то госорганы, контролирующие органы, либо хостинг-провайдеры. Из контролирующих органов у нас есть Роскомнадзор, есть прокуратура. Напрямую эти органы никоим образом не должны бороться с негативной информацией и не отвечают, в общем-то, за ее размещение. Поэтому, если мы обратимся к ним, что о нас кто-то написал плохое, вот с такой формулировкой они, естественно, отправят нас в суд и будут правы. Но в досудебной части имеет смысл проанализировать не только впрямую, что кто-то о вас написал какой-то негатив, а какие еще нарушения есть либо вообще на этом ресурсе, либо в этой конкретной статье. Например, РКН довольно хорошо работает, когда помимо негативного стиля изложения используются персональные данные вашего руководителя, учредителя и так далее. Мы все знаем, что с 1 июля за обработку персональных данных увеличилась ответственность, Роскомнадзор стал работать еще более рьяно, поэтому у него есть возможность в течение 30 дней либо включить сайты в реестр запрещенных ресурсов, либо, в общем-то, обратиться к самому ресурсу для того, чтобы он снял. Я бы сказала, что вот впрямую с первого раза это работает где-то в 25-30% случаях, когда речь идет именно о использовании персональных данных. Иногда Роскомнадзор реагирует и на размещение фото, но очень-очень редко. Прокуратура имеет смысл в двух ипостасях. Первое, как элемент давления на Роскомнадзор. Если мы понимаем, что все-таки персональные данные используются, но Роскомнадзор по какой-то причине не хочет реагировать и тормозит. Например, у нас был случай, когда Роскомнадзор сказал, что ну да, в общем-то, ваши права нарушаются, персональные данные размещены, но дело в том, что сам ресурс находится за рубежом. И мы пробовали связаться с владельцем-администратором, но у нас не случилось. Вот мы получили две такие отписки. После того, как мы направили две жалобы в прокуратуру, Роскомнадзор каким-то чудом получилось отреагировать и, в общем-то, сайт был заблокирован на территории РФ. Либо, когда Роскомнадзор говорит, да, есть нарушение, нужно включать в реестр запрещенных сайтов. Но проблема в том, что у них это внутренний, так сказать, процесс. Они могут в суд обратиться через месяц, могут через два, могут через три, а вам присылают отписки, что мы, так сказать, ребята, все в работе. В этом случае прокуратура имеет смысл. Вы отправляете жалобу в прокуратуру. Прокуратура отправляет письмо в Роскомнадзор. Роскомнадзор в разы быстрее начинает реагировать и эффективнее. Второй способ работы через прокуратуру, когда мы, проанализировав содержимое всего ресурса, понимаем, что прокуратура может сама обратиться в суд, чтобы включить этот сайт в реестр запрещенных ресурсов, потому как там размещена информация, нарушающая законодательство. Я думаю, что вы все знаете, что есть некая формулировка. Если на сайте содержится информация, противоречащая законодательству, то госорганы могут, обратившись в суд, этот сайт включить в реестр запрещенных ресурсов. Плюс в том, что что это за информация, нарушающая законодательство, конкретного перечня нет. Это может быть все, начиная от продажи санкционных продуктов, заканчивая экстремизмом и разжиганием всякой розни, либо обсуждением мошеннических способов, как не платить кредиты и так далее. То есть, в общем, все, что так или иначе, может нарушать законодательство. Суды с большим удовольствием используют вот эту лазейку, при этом обращаются в большинстве случаев органы прокуратуры, причем региональной. У них, похоже, там есть показатели, в общем-то, эффективности, поэтому они с большим удовольствием берут сайты и эти сайты блокируют. Если почитать решение о блокировке, то очевидно, что суды в своем, так сказать, творчестве могут доходить там, ну, до разного иступления, поэтому большое количество информации можно запретить. Иногда нам на руку играют даже не сам текст, а заголовок. Ну, например, там, как не платить кредит. При этом внутри размещена нормальная история. Если не хотите там платить кредит, вы его не берите, например. Но прокуратура не особенно в это не вчитывается. Она посмотрела, как не платить кредит, обратилась в суд, и дальше суд на пять страниц изливается по поводу того, что законодательство, гражданский кодекс обязывает нас исполнять свои обязательства. Беря кредит, мы должны кредит платить. А эта статья рассказывает нам, как этот кредит не платить. Например, этот способ хорошо работает, когда вы какая-то финансовая банковская организация, и о вас пишут, что вы мошенники, используете там мошеннические схемы, а дальше помимо вас, ну, как бы используя оценочное суждение, автор статьи рассказывает, ну, вот если бы это была там мошенническая схема, то они бы выводили деньги таким-то, таким-то образом. Не то, чтобы мы утверждаем, что и вы так делаете, но, в общем-то, подозреваем. С точки зрения иска о защите деловой репутации, это совершенно проигрышное дело, потому что они 105 раз оговорились на страницах сайта, что мы вот в этом вас не подозреваем. Просто другие делают так же, ну, вдруг вы делаете то же, поэтому мы рекомендуем быть осторожными. Но с точки зрения работы с прокуратурой, отличная вещь. Мы в прокуратуру пишем, причем не от организации, о которой там размещена негативная информация, а просто...